В Акчубинской области имеется несколько сельских округов, в которых за последние годы не произошло ни одного преступления. Более того, в ряде магазинов не продаются алкогольные напитки, а жители активно принимают участие в проекте Аула Манате. Такими результатами могут похвастаться Аккольский и Актостинский сельские округа Итикибийского района. Подробности в материале Жасана Жалбакова. В населенном пункте Акколь на сегодня насчитывается 549 жителей. Здесь за последние три года не выявлено ни одного правонарушения. Все это благодаря профилактическим работам, которые проводят участковые инспекторы минимум три раза в месяц. Однако это не означает, что только сотрудники полиции предотвращают преступления. Жители и сами активно работают во благо своего родного края, участвуя, к примеру, в проекте Аула Манате. Кто-то может подумать, как так, как у них не выявлено ни одного преступления, неужели не бывают никакие разногласия. Конечно же, бывают споры и недопонимания. Однако, благодаря осознанности наших сельчан, эти проблемы быстро решаются. Да, конечно, профилактическая работа нашего инспектора тоже поспособствовала такому результату. Но в первую очередь, все благодаря нашим жителям. Они против алкогольных напитков, придерживаются здорового образа жизни. Более того, наши сельчане принимают участие в проекте Аул Аманате. На сегодня уже пять проектов из нашего округа были одобрены. В основном они относятся к растеневодству, так как именно его необходимо развивать у нас. Как видите, округ развивается полным ходом. К нам даже из города переезжают люди. Недавно пять городских жителей переехали в наш округ. Члены общественного совета отмечают, что такие результаты заслугой продуктовых магазинов, которые не продают алкогольные напитки. Только что мы съездили в село Карабутак. Там насчитывается восемь магазинов. Три из них не продают алкогольные напитки. Я спрашиваю продавцов, как так? Разве это не отражается на вашем бизнесе? Они отмечают, что нет. Вовсе нет. Наоборот, жители уже привыкли к этому. И никто уже не спрашивает алкоголь. Даже Экимобласти подчеркнул, что нам необходимо полностью перейти на магазины, где не будут продаваться алкогольные напитки. То же самое касается и сигарет. Сейчас молодежь, к примеру, начала употреблять электронные сигареты, которые стоят как минимум 700 тенге. Нам нужно решать эту проблему. Куда лучше покупать на эти деньги здоровую пищу? От крепкого здоровья подрастающего поколения зависит будущее нашей страны. Поэтому нужно работать над этим сейчас, пока не поздно. В большинстве случаев в сельских округах преобладает кража скота. Поэтому основной акцент мы ставим на пресечении таких фактов, отмечая Аким, Актастинского сельского округа. Что касается интернет-мошенничеств, которые в последнее время стали серьезной проблемой во многих регионах, то в данном сельском округе на сегодня не выявлено ни одного интернет-преступления. Тем не менее, профилактические работы все равно проводятся. На сегодня в Актастинском сельском округе насчитывается 546 жителей. Кроме того, хочу подчеркнуть, что в прошлом году к нам переехали 5 семей. Также в сельском округе работает один участковый инспектор. Его помощниками совместно с радиоделом полиции назначены два жителя из двух сел. Они оказывают свое содействие в предотвращении преступлений. Также принимаются совместные меры по регулированию продаж алкогольной продукции в магазинах. Мы регулярно проводим встречи с владельцами торговых точек. Только что говорили про переход на здоровый образ жизни, не употреблять алкогольных напитков. Наше село, как видите, переходит в такой режим. И считают, что это благодаря нашим Аксакалам. Ведь необходимо работать над проблемой еще до ее возникновения. Как говорят сейчас, заниматься профилактикой. Это заслуга нашего участкового инспектора. Представителям общественного совета были награждены жители, которые внесли свой вклад в развитие Аккольского и Актастинского округов. Среди них педагоги, участковые инспекторы, а также Аксакалы. Жасан Желбаков, Душан Жасуланов, телеканал Актубе.